Привет, друзья! Это чайно-гибридная роза двойное удовольствие. Роза известная и популярная у цветоводов. Одна из самых красивых чайно-гибридных роз. Цветок у нее крупный. Окраска меняется от кремового до насыщенно-малинового. Имеет потрясающий запах, разносящийся по саду, особенно в утренние и вечерние часы. Цветение у нее начинается рано. И вот к концу мая ее первая волна цветения подошла к завершению, чему помогли сильные дожди, даже ливни и сильные ветры. После цветения розу необходимо обрезать. Вернее, укоротить побег, на котором был цветок. В результате все свои силы роза пустит не на образование плодов, а на выращивание новых побегов с бутонами. Из спящей почки, расположенной в основании листа, тронется в роз новый цветоносный побег. Начнется повторная волна цветения. Срез делается над внешним листом, примерно на полсантиметра выше листа. От основания куста, то есть от земли, это примерно четвертый-пятый лист. Укорачиваются также слепые побеги, которые по какой-то причине не имеют бутона на конце. Они отрастают до определенной длины и останавливаются в развитии. Такие веточки укорачиваются до первого внешнего бокового листа, расположенного ниже. Почка проснется, пойдет в рост и на ней уже образуется бутон. Обрезка после цветения произведена. Конечно, теперь ее надо подкормить и обработать от болезней, так как прошли сильные дожди, сыро и тепло. Обещают плюс 30. Как раз те условия для развития болезней и размножения вредителей. Моя роза к моменту отцветания нарастила уже много молодых побегов с бутонами. Это результат правильного ухода за ней. Я уже говорила в теме о клематисах, о подготовке к цветению, о том, что для яркого, обильного и продолжительного цветения необходимо розы и клематисы, и гортензии, и другие декоративно цветущие кустарники подкормить. Кормлю в период бутонизации по листу фосфорно-калийным удобрением. Об этом есть видео, ссылочка будет внизу. Сейчас я розу подкормлю удобрением с таким замечательным для яркого цветения составом. Здесь много калия, есть фосфор и полный набор микроэлементов. Кормить буду по листу. Обрезанные побеги можно не выбрасывать, а нарезать из них черенки и укоренить. Как это сделать, я покажу в следующем видео. А на сегодня все. Если видео было полезным для вас, пишите или ставьте лайки, задавайте вопросы. Будем вместе выращивать наши прекрасные розы. Спасибо, что были со мной. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok